Эта история, позвольте, как говорят на русском языке, и смех, и грех. Что значит ООН считает? ООН считает, это когда Совет Безопасности принимает решение. Когда Генеральная Ассамблея принимает решение. Вот тогда считает ООН. Если посмотреть на генеалогию всех этих бредней Поклонской, она ссылается, если я не ошибаюсь, на слова одного австрийского гражданина, участвовавшего в сговоре, состоявшегося в ходе одного мероприятия ООН. И он высказался соответствующим образом. Не имейте никакого сомнения, никто из чиновников секретариата ООН не считает Поклонскую официальным представителем Крыма. После принятия резолюции по Крыму была разослана инструкция всем агентствам и структурам секретариата ООН, и в ней написано, что Крым – это оккупированная территория Украины. Поэтому ни один адекватный чиновник ООН, который хочет оставаться чиновником ООН, никогда не скажет, что Поклонская является представителем Крыма. Поэтому это все бредни и суета. Это бредни, это не тушня. Они очень хорошо понимают, в чем главная причина отсутствия воды, и они очень хорошо понимают, что нужно сделать для того, чтобы хотя бы начать разговор о поставках воды. Для того, чтобы начать разговор о поставках воды, они, во-первых, должны признать, что они страна-оккупант, и должны официально обратиться как страна-оккупант, согласно гуманитарному праву. Согласно нему, вся ответственность за медицинские, пищевые, бытовые и социальные вопросы лежит на стране-оккупанте. Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, с истериками, понимаете? В последней резолюции по Крыму есть пункт о демографических изменениях населения в Крыму. И это огромная проблема. И здесь я хочу отдать должное и поблагодарить крымско-татарских патриотов, несмотря на все притеснения, остающихся в Крыму. Потому что перспектива вымывания проукраинского населения в Крыму, она реальна. И это то, чего добивается страна-оккупант в Крыму – максимально вытеснить из Крыма всех, кто мог бы выступить против страны-оккупанта. Это реальная перспектива. И речь идет о десятках тысяч, если не сотнях тысяч по разным оценкам россиян, которые были переселены из России на оккупированную территорию. В ООН осознают эту проблему. Принудительная паспортизация происходит в Крыму, и она запрещена в том числе и международным гуманитарным правом. И, конечно, есть конкретная судебная перспектива, которая потребует в том числе и фиксации показаний и обстоятельств, при которых население оккупированных территорий заставили получить российские паспорта. Но я сразу хочу сказать, что здесь не может быть огульного осуждения тех крымчан, которые были вынуждены получить российские паспорта. То, что владельцы украинских паспортов в Крыму преследуются – это факт. То, что на владельцев украинских паспортов направлено давление для того, чтобы они избавились от этих паспортов – это факт. Резолюции Генеральной Ассамблеи, касающиеся территориальной целостности – это резолюции 2014 года, резолюции, касающиеся Крыма, являются системообразующими. Они, так сказать, являются фундаментом и каркасом для деятельности Организации Объединенных Наций. Всех десятков агентств Организации, начиная со сбора статистики и заканчивая контролем над воздушным пространством над Крымом. Кроме того, эти резолюции являются важным фактором для рассмотрения судебных дел как в ГААГе, так и в Страсбурге. Представим себе, что не было бы этих резолюций, если бы Генеральная Ассамблея не определила статус Крыма как оккупированной территории. Это бы раскрыло невероятные возможности для многих стран для нужд торговли с оккупированной территорией, для нужд других акций. И также это бы касалось и деятельности международных организаций. Я не имею никакого сомнения в том, что тогдашний генеральный секретарь Пан Гимун имел информацию о движении российских войск и о появлении российских войск на территории Крыма. Тем не менее, он не обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой рассмотреть оперативно этот вопрос. Поэтому я считаю, что ООН как институт и руководитель ее секретариата Пан Гимун не сделали все возможное, все то, что предусмотрено уставом ООН для предотвращения оккупации Крыма. Продолжение следует...